Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy Note 10 Lite в сером цвете, версии на 6 гигабайт оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти, такая же версия Samsung Galaxy S10e на 6-128. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость этих устройств. Материалы корпуса, что там, что там, стекло и металл, алюминиевая окантовка и закаленное стекло спереди и сзади. Тут двойная основная камера вспышка, блок, и тройная основная камера у Galaxy Note 10 Lite, вспышка. По габаритам они, конечно, сильно отличаются, 6,7 дюйма против 5,8 дюйма у Galaxy S10e. Фронтальная камера на передней части, полностью дисплей на всю переднюю часть смартфона. Слева, видимо, отличаются они по размещению элементов управления, тут находится только слот, это гибридный слот. Вот тут кнопка включения и кнопки игровки громкости, я не прошу прощения, это не кнопка включения, это смарт-кнопка для вызова голосового ассистента у Galaxy S10e. На правой грани кнопка включения совмещена со сканером отпечатка пальцев у Galaxy Note 10 Lite тоже есть сканер, отпечатка пальца находится в нижней части устройства. А на правой грани у него кнопка включения и кнопки игровки громкости. Причем кнопка включения, она служит также смарт-кнопкой, когда устройство включено. То есть, когда включено устройство, это не кнопка выключения, а кнопка вызова голосового ассистента. И чтобы выключить устройство, нужно зажимать эту кнопку одновременно с нижней громкостью. На верхней части слот у S10e, снизу порты USB Type-C, динамики, микрофоны, джеки для наушников и у Galaxy Note 10 Lite есть стилус, с помощью которого доступен определенный функционал. Включим устройство, сделаем это одновременно, посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Note 10 Lite против S10e. Ожидаем загрузки. Вот S10e вроде быстрее. Полностью он быстрее, чуточку систему на несколько секунд подгрузил. Давайте перейдем в сведения о телефоне, сведения о программ обеспечении, AMOLED, дисплей, что там, что там, версия One UI 2.0, Android 10, NOX 3.4.1, 3.4.1. То есть, аналогичная операционная система. Вот, изогнутый дисплей, все есть, только вот стилус отличает. Если мы включим стилус, то откроется дополнительное меню стилуса, в котором сразу открываются программы, предназначенные для работы со стилусом на Galaxy Note. Закрываем. По дисплеям, дисплей, как я говорил, AMOLED, разрешение чуть-чуть отличается в пользу Note 10 Lite, за счет того, что у него больше диагональ дисплея. У S10e 2280 на 1080 точек, а тут 2400 на 1080 точек. Вот, корни Gorilla Glass, что там, что там. Окей, давайте откроем теперь синтетические тесты, по техническим характеристикам пройдемся. Так, процессор чуть мощнее у Galaxy S10e 9820 против 9810 у Galaxy Note 10 Lite. Это восьмиядерные процессоры, тут 4 плюс 4, 1,7 и 2,7 ГГц, а тут 4 плюс 2 плюс 2 процессор. Вот, в виде ускорителя Mali-J72 против Mali-J76, тоже по виде ускорителю посолить не будет Galaxy S10e. Вот, по дисплей PPA, вот разрешение, и дисплей PPA примерный, видим побольше, за счет меньшего дисплея на Galaxy S10e. Ну, по оперативке встроенной памяти они не отличаются. Запустим тест процессора, и увидите уже результат в сравнении. Так, результаты тестов почти синхронно закончили устройство, то есть не было такого, что Galaxy S10e справился с тестом быстрее, то есть они одинаково с ним справились, но показали разные результаты. Galaxy S10e выигрывает и в одноидельном мульти-одинном тесте. Немного, но выигрывает. Так, теперь смотрим по тесту видео ускорителя, также запустим, и увидите сам результат. Так, результат теста в виде ускорителя, чуть лучше тоже Galaxy S10e, ненамного, но опять-таки лучше. Окей, закрываем этот тест, теперь посмотрим в Antutu Benchmark, насколько будут отличаться цифры. На Note 10 Lite мы сейчас уже увидим результат, 328 тысяч, очень хороший результат. Теперь запускаем на S10e, и посмотрим уже в сравнении. Так, результаты тестов 405 тысяч против 328 тысяч. Есть преимущества, солидные в этом тесте. Посмотрим рейтинги. S10e находится на 17 месте, Note 10 Lite на 27 месте. Закрываем. Окей, давайте теперь посмотрим в браузер. Перейдем на сайт Samsung. Samsung.com одновременно откроем, посмотрим, кто быстрее загрузит сайт. S10e чуточку быстрее загрузил. Перейдем сюда. S10e чуточку быстрее, назад возвращает чуточку быстрее. Ну, в общем, видим, да, что не только по тестам у него преимущества, по синтетическим, но и в тесте интернета тоже. Me.com. Он так, на доли секунды, на секунду, но быстрее рендерит странички в интернете. В общем, чуть шустрее работает. Вот, видим. На полсекунды, на секунду, но быстрее загружает. Закрываем. Посмотрим теперь еще в примере тяжелой игрушки PubMobile. Также откроем одновременно. Оценим сейчас скорость загрузки игры. И графику сравним, на которой будет работать игра. Загрузили они примерно одновременно. Там просто выскочило какое-то уведомление, и я на Note 10 Lite просто быстрее его нажал. Поэтому он как бы чуть быстрее загрузил, но так это было одновременно. Но вот видим, графика отличается на S10E. Стоит более высокий уровень частоты кадров, экстремальный. То есть это где-то там примерно 60 FPS. Ультра частота это поменьше. Вот, оно очень сильно отличается даже в меню. Вот, запустим игру. Так, и уже посмотрим, как будет отличаться игровой процесс. Загрузку я пропущу. Так. Загрузилась игра. Очень плавно работает на S10E. Вот этот уровень, конечно, очень сильно отличается от просто, да, максимального уровня от высокого. Вот именно тем, что 60 FPS, экстремальный уровень частоты кадров, очень сильно отличается от предыдущего. То есть ни один другой уровень игры, там, низкий от минимального, не так отличается, вот как самый высокий от предыдущего. Самая большая разница. Ну, а тут, конечно, тоже все хорошо работает, все плавно, но, вообще, по-другому ощущается игра даже. Вот насколько тут плавно. Тут где-то 30 FPS, наверное, вот реально, очень огромная разница. Сразу вот, на один уровень только переход, но разница огромная. Закрываем. В общем, в целом, конечно, большинство игрушек будет работать на устройствах на одинаковом уровне, там, GTA San Andreas работает на устройствах одинаково, но по App Mobile и, возможно, еще некоторые будут игры, которые вот будут на S10E работать лучше. Окей, теперь давайте о камере. Тройная камера у Samsung Galaxy S10 Lite против двойной камеры у Samsung Galaxy S10E. Так, тут у Note 10 Lite основная 12, 12, 12 мегапикселей. Тут основная камера 12, 16 мегапикселей у S10E. Теперь я покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств в сравнении, и сможете сейчас оценить их качество. Вот, по автономности есть преимущество у Note 10 Lite за счет намного большего объема батарейки, 4500 мАч против 3100 мАч у Galaxy S10E. Вот, но у Galaxy Note 10 Lite нет возможности беспроводной зарядки. У S10E есть возможность беспроводной зарядки. Вот, это такое. Если кому-то это нужно, то это будет, в принципе, весомым преимуществом в пользу Galaxy S10E. Но по автономности где-то на 10-15% будет лучше Note 10 Lite за счет большего объема батарейки. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Байл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!